Привет, друзья! Меня зовут Алексей, и мы продолжаем кампанию зам дом Уэсуги в игре Сёгун 2 Total War. Так, закончили на том, что отбили своих соратников, вассалов, стали опять их покровителями. Дом Яманаути, яманаути, да, яманаути, яманаути, какие все-таки слова эти японские сложные. Вот, и у нас проблемы с экономикой. Сейчас мы будем выравнивать. Во-первых, с этими самыми вассалами заключаем торговлю. Да-да-да, всё, отлично. И вот тут вот дом Магами, в принципе, может торговать с нами, и он равнодушен к нам, поэтому предложим мы ему, да, его тоже устраивают наши условия. Отлично. Так, мы теперь торгуем с двумя домами. Мы больше мы не можем, потому что у нас нету гавани, торговые пути все перегорожены, или как там, ну, другими провинциями, грубо говоря. Да, вот, с Магами мы торгуем. Тут к каким дорогам, непонятно. Наверное, через Уэсуги и Маути. Ну, всего лишь на 70 торговлю, потому что мало провинций, мало товаров. Так, что нам ещё нужно для улучшения данного, 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 данной проблемы? Так, давайте мы, знаете, что у нас тут есть, вот, отряд лучников, мы его распускаем. 135. Так, здесь все хорошие. Ну, ещё один отряд лучников, распускаем. 56. Так, хватит нам для пару ходов, чтобы захватить соседнюю провинцию. Будем надеяться, что мы её захватим. Пропускаем ход. Да, и вот, о чём я говорил в прошлой серии, Токеда решает всё-таки на нас напасть. Ну, у нас есть план Капкан. Так, ещё опять товарищи Осины. Да, Осины, что-то, да, Осины. Набрали опять войска. Так, план Капкан такой. Вот здесь мы становимся в засаду. Да, в засаду. И самураи с катанами присоединяются к этому. Так, войска. Стараемся деморализовать. Не удалось подорвать дух. Зато уровень монаха мы увеличили. Мы разве не улучшали его? Я уже не помню. Так, ну, берём, значит, по стандарту. Берём вот эту на единичку. Усердие при удушевлении армии. Вот это на единичку. И спутника. Снижение стоимости действий. Или же усердие... Ну да, вот надо вот это вот брать. Старакана этого. Ручной сюрчок. Опасно, конечно. Ну, сколько тут у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать юнитов. Один генерал, одна лёгкая кавалерия. И, в принципе, там полно сигару. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать юнитов. Ну, сколько тут? Целых, можно сказать, девять. Девять, да? Опыт и мастерство не даст нам проиграть эту битву. Мы сохранимся предварительно здесь. Ну, чтобы, если вдруг мы своего даймё... Так, продолжить игру. Сколько тебе нужно времени, чтобы дойти до сюда? Вопрос. Опять же, да, такой вопрос. Мы ещё и здесь возвращаться не успеваем. Блин, опасно. Так, идём сюда. И тут добираемся мы до войска. Ну, всё вот сейчас решится в этом, за этот ход. Либо пан, либо пропал. Пропускаем ход, смотрим. Монаха, им нужно будет обойти. В любом случае, он на нас нарвётся, если Токеда решит атаковать. Ну да, вот он нарывается на нашу засаду. Привет, друг. У него две лёгкой кавалерии. И шесть отрядов на сигару. Так, лёгкая кавалерия, в принципе, для нас не противник. Так, если засада... А, ну да, всё. Ладно, сражаемся. Смотрим, что будет. Сейчас. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Действовать Здесь возвышенность Здесь будут лучники Хоть у нас и два отряда их всего С возвышенности будут лучники Прикрываться они будут двумя побитыми отрядами копейщиков Пойдут они отряды катанщиков отряды катанщиков пойдут в тыл из леса три отряда плюс одно прикрытие самураев с яри так а это кто нет брум асигару с яри это будет отряд 2 самураи с яри пойдут вот где-нибудь наверно да вот отсюда так здесь у нас совсем мало их пусть они здесь вот стоят это у нас отряд 1 да и наш генерал будет идти с атакующим войском дабы бить не сильно мораль проседала у этих ребят и чтоб они воевали более лучше ну что начинаем мы бой смотрим да вот у нас весь отряд он перегруппировывается значит первый отряд спокойненько располагается здесь кавалерия уже бежит нет боится второй отряд идет отсюда спокойно так а что у нас здесь почему ты стал именно так а нет стоп я генерал не это самое так но тут у нас отряд асигару они вот с лесу зайдут расстреливают слуков с возвышенности болин пропустил этот момент когда легкая кавалерия атаковала но это не беда вообще то есть легкая кавалерия токеда не приносит вообще никаких никакого урона нам она просто боится тут очень много отрядов наших вот еще и сейчас стоит генерал так здесь у нас самурая не хочу с ними сражаться пусть они отходят так все отлично теперь генерал луки луки да луки нет все таки за задрались они здесь генерал сюда опять я пропускаю атаку чарджа кавалерии тут копья встречают их вот так вот эти вот так самурая сюда так отлично в тыл зашли завязался бой жалко наверно вот этого отряда больше всего нам так ну тут победа 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 да 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 катальщики режут идут отсюда сложно все это комментировать еще и контролить поможем вот этим ребятам мы сейчас дебаф ним ну как дебаф наоборот баф ним вот этих вот зайдем в тыл тем самым у них мораль должна просесть да вот они сразу начинают паниковать боятся здесь мы выигрываем бой все войска полностью разгромлены в засаде с принципе с я думаю с минимальным потерями единственный вот жертва вот целый отряд асигарус яри принял на себя два отряда и выстоял это сражение ну все теперь конница добивает самураи все это дело так продолжаемый расстрел противника для чего надо чтобы как можно больше юнитов погубить иначе начнут опять нападать так стрелы харасят вот такая неразбериха происходило на поле боя но тем самым я старался законтролить все фланги и не дать открыто действует противнику вот примерно так проходят засады как можно больше вынести противников так хватит уже бегать тем самым наш генерал уже имеет четвертый ранг это увеличивает его и атаку в ближнем бою и боевой дух и защиту в ближнем бою увеличивает это хорошо вперед спины им да да уничтожить этого врага двое просто упала не знаю из-за чего нас поткнулись и и и прикинулись мертвыми но это нам по любому они симулируют ну ладно я посмотрел как-то фильм джеки чаном там блин не помню как он называется в общем суть была такая же там джеки чан прикидывался мертвым на поле сражения а потом с трупов занимался таким мародерством поборами интересный фильм не вспомню как называется и самое главное что он был там не главным героем но одним из главных давайте этих лучников убиваете под нолих посмотреть тут можно вот еще сделать вот так вид с лошади просто посмотреть как бегает военачальник но это не очень удобно в плане того что не не видно ничего кроме головы лошади а можно вот таким вот камерой ввести отряд тоже в центре внимания по идее генерал вот он бежит вот это вот шлеме да ведь это он да у него нету этих вот не знаю что это за шарики но типа наверное вещь мешков каких-то так ну все уничтожили ладно завершаем этот бойню на максимальной скорости да самое главное я не потерял ни один отряд а восстановится они однозначно все пусть это будет и долго но тем самым опыт сохранится у каждого отряда так но тем самым это всего лишь пол беды больше меня волнует осина дойдет ли он до нашего до нашей столицы давай твой ход дружище могала я могу молодцы с атаки вот осина нет не не доходит все великолепно передвижение по мосту все таки так что задание выполнено нам еще дают сахаев у исуги отлично теперь нам нужен вот этот навык сейчас нет не надо нам то 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 и что за отряд давайте смотрим так но это типа сахаев с нагинатами только это клановые ребята у них повышен наверно был вот так в ближнем бою 16 натиск 15 против всадников еще и защита хорошая единственный минус у них брони маленькая броня их очень хорошо убивает лучники додиона генната и монастырь нужен для этого такой юнит принципе полезный он нам пригодится для обороны замка на который сейчас собирается напасть тот самый осина ну а мы тем самым сейчас захватим без проблем я думаю что без проблем сколько здесь так где наш монах у нас монах вот наш монах тут 4 отряда сигару осталось лучников мы всех перебили давайте повысим нет понизим мораль врага до боевой дух подорван так как натиск боевой дух пятерочка мы тут может подорвали и так боевой дух она был 6 стал 5 ну что в принципе на единичку так вот этот бой что у нас здесь три отряда лука 4 отряда здесь раз два три 4 5 6 плюс замковые самураи самураи до самый опасный юнит ну попытка не пытка два отряда лучников постараемся все таки мы захватить этот замок а давайте мы просто вот так вот продолжаем осаду два дня она длится два хода и вынудим его атаковать самого не будем жертвовать лезть на стену терять армию и возможно скорее всего даже мы проиграли бы бой мы продолжим осаду так деньги еще на ход хватает кс такс 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 конечно ничего строить не можем потому что у нас нету денег сколько пополняется допустим отряд самый побитый у нас вот эти вот ребята бен 12 ходок по 8 человек нужны дороги и как раз туда фу кен надо изучать для для почтового тракта так ну что смотрим что происходит так это там что-то бегает монеток сейчас вижу тень от моно видимо пытается что-то там разрушить нам ну и вот смотрите да то есть он вынужден атаковать нас потому что замок в осаде мы принимаем твой бой и посмотрим что ты можешь делать ну да вот сейчас загрузка пройдет скажу так атакует он под ливнем в любом случае сражаться от обороны куда проще чем осаждать замок и бой проходит видите вне стен замка на открытой местности тут поле будет для махача так но у них превосходящая сила пехотных юнитов поэтому хоть и мало они будут потому что на ливень идет там перезарядка слабенько ну будем встречать их блин так давайте так будет один у нас заград отряд если будет заходить в тыл если что кавалерию вражескую бить так и отряд генерала нашего ну начинаем сражение так будем мы стоять на возвышенности это нам поможет не пойдем в открытое поле а вы ребята пойдете вот здесь в лес только бегом 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 так ну а вы пешочком пешочком у вас времени полно вот цель наша для лучников и будем контролить раз два три давайте чуть чуть поближе вы ребята в стену копии становитесь принимайте воинов ну а вы зайдете в тыл в тыл в тыл в тыл в тыл так лучники пошли стрелять давайте вот этих вот ребят выстреливаете пофиг на лучников главное вот этих самураев покосите то что там лути стреляют это все ерунда так десяточка ушла стоять стоп тихо 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 ребят отойдите чуть чуть назад а то вы сейчас в спину расстреляете всех своих собратьев пошел отряд один так наша засада идет пешком сюда и 10 20 22 а Sony 21 м j Эээ, вы чё? Вы чё это? Боитесь-то? Давайте, бегом отсюда. Что-то уж сильно много. Ну, там луки перестреляли большую часть армии. Тихо-тихо-тихо-тихо, генерал. Спокойно. Яремень-джин. Стоять. Ну, такая вот стрельба. Блин, как, чем их потом кайтить? Стрелять. Ну, разошлись. Ну, разамкнутый строй. Так, совсем плохо. Да, они бегут. Ну, слабенький, а сигару... Ну, так, как слабенький. Просто у крестьян очень маленький мораль. Моральный дух. Слабый. Эээ, нам что нужно? Нам нужно... Каким-то образом... Нет, вот сюда идём. Мы сейчас ещё... После чего вот этот отряд в спину... Эээ... Не получилось наш обманный манёвр. Ну, он видел нас. Эээ... Так, тут идут... Всё. В принципе... В принципе, всё хорошо. Сейчас главное раскайтить их. Встретим самураев с катанами. Своей кавалерии. Натиском... Должны... Ага. Так, двадцать восемь. Всё, ладно. Отступаем. Так, этот отряд бежит. Ну, теперь главное генерала их... Уничтожить. Стреляем по генералу. Так, шикарно. Отряд здесь выиграл бой. Лучников убиваем. Ну всё, у них не осталось пехотных юнитов. Они сейчас просто тупо даже чарджем идут лучниками на нас. А их генерал сейчас умрёт. И тем самым даст нам преимущество. Ещё раз бафнем. Вы в тыл. Даже малочисленная армия в тылу врага бьёт по морали. Да, вот. Что и произошло. Близок час вашей славы. Всё, замок наш. В принципе, завершаем мы это сражение. Как я понимаю, он должен перейти под наш контроль. Да даже если не перейдёт со следующей осады, мы уже его и так заберём. Да, слава богу никого не потеряли. Ага. Боится он нападать и занимается вот такой вот деятельностью. Порт бьёт и всё это дело. Нападение врага. Ага. Ага. Да, осада не прекратилась. Значит, что там у них за армия? Ну, уже лучше. Уже лучше. Продолжаем осаждать. Не хочу всё-таки. Хотя... Что там у них? Не, лучников очень много. Не будем мы их терять. Наймусь. Так. У нас 85 монеток. Опять же, деморализуем. Не удалось подорвать. Так. Ну, ничего не остаётся, как идти в атаку. И захватывать ещё и вот эту провинцию. Тут. Так. Что у них? Самураи с луками. И осигару. Ну, это... Лёгкая-лёгкая смерть... Ой, ну... Лёгкая добыча для катанщиков. Ааа... Давайте сохранимся. И продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока.